В Нидерландах открыли крупнейшую в Европе солнечную электростанцию, а Китай впервые осуществил квантовую телепортацию. Об этом и не только в нашем международном обзоре. В Нидерландах открыли самую большую в Европе солнечную электростанцию. Голландские и китайские инженеры разработали уникальные двусторонние солнечные панели, которые дают на 30% больше энергии. Эти батареи могут генерировать электричество даже ночью и при пасмурной дождливой погоде. Благодаря этому годовой объем производства энергии новой электростанции превысит 400 мегаватт. Квантовую телепортацию между космосом и Землей впервые в мире осуществили китайские ученые. Для этого были задействованы два искусственных спутника на земной орбите и три наземных научных станции. Расстояние составило рекордных 1200 километров. Ученые надеются, что полученные результаты приближают время, когда квантовая связь будет широко применяться на практике. Как преодолеть языковой барьер и стать своим в незнакомой стране, знают японские инженеры. Они придумали удивительный голосовой переводчик. Уникальное устройство понимает устную речь и почти синхронно переводит на нужный иностранный язык то, что говорит его владелец. А понимает ни много ни мало 50 тысяч японских и 30 тысяч английских слов. Интересно, что этот миниатюрный прибор может распознавать не только официальный язык, но и сленг. Папы, которые вдохновляют. Сегодня во всем мире отмечают Международный день отца. Идея праздника возникла в США более ста лет назад. А сегодня вместе с американцами его отмечают жители еще 40 стран. Еще бы, ведь своими папами гордятся многие. И хотя остаться наедине с малышом для некоторых отцов настоящее испытание, эти милые видео не оставляют сомнений. Дети украшают и настоящих мужчин. Инвалидная коляска или брейк-данс. Много лет назад этот парень выбрал танец. Когда Эвану было всего лишь год, врачи заверили, что он никогда не сможет ходить, как нормальный ребенок. На помощь пришли родители. С их помощью мальчик занялся брейк-дансом, и теперь он танцует в сильной команде, удостойной многих наград. Совсем скоро он осуществит еще одну мечту – откроет школу брейк-данса в родном Зимбабве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова